всем привет с вами андрей сегодня я готовлю вкуснейшую французскую рыбную солянку и так для начала берем один пастернак очищаем его нарезаем его на тонкие кольца далее кольца напополам и на маленькую соломку нарезаем мелко одну луковицу берите среднюю еще одна нам потребуется для самого супа нарезаем 3-4 стебля петрушки петрушку и лук отправляем к пастернаку нарезаем не сильно мелко на кубики пол моркови можете взять одну бульон получится еще вкуснее и крепче ставим кастрюлю на огонь нагреваем кастрюлю добавляем сливочное масло ждем пока оно растопится того как сливочное масло растопилось отправляем овощи обжариваем в течение трех-четырех минут постоянно перемешивая чтобы они у нас не подгорели после того как пастернак начал выделять свой непревзойденный вкус а лук наш пожелтел добавляем 2 литра воды хвост и голову форели столовую ложку соли естественно не забываем про перец далее закрываем крышкой и доводим до закипания после того как наш бульон закипел варим его в течение полтора-два часа после того как наш бульон закипел снимаем пенку делаем огонь поменьше и варим в течение двух часов ни в коем случае не варите 20-30 минут после того как вода закипела наш бульон должен пропитаться вкусом овощей и рыбы во французскую солянку нужен бульон очень крепкий для этого мы и будем варить полтора часа чтобы он стал же стал крепчайшим рыбным бульоном по истечению времени бульон процеживаем через сито в другую кастрюлю чтобы не попали не кости не все остальное овощи прессуем вот так вот вилкой чтобы бульон был намного ароматнее вкуснее и оставляем сторону теперь нагреваем сковородку добавляем оливковое масло ждем пока сковородка нагреется одновременно с этим ставим кастрюлю с бульоном на огонь и доводим до закипания так как он у нас остыл начинаем обжаривать морковь и лук приблизительное время 3-4 минуты добавляем одну треть паприки открываем кастрюлю где нагревается наш бульон добавляем два половника бульона также солим и перчим добавляем свежую петрушку все тушим в течение 4 минут добавляем 2 столовые ложки томатной пасты еще один половник бульона все перемешиваем и тушим в течение 4 минут после этого убираем овощи с огня переставляем кастрюлю с бульоном овощи отправляем в кастрюлю закрываем крышкой и вновь доводим до закипания после того как бульон вновь закипел отправляем картофель картофеля нам потребуется 7-8 штук ставим таймер на 7 минут и варим 7 минут вначале закрываем крышкой доводим до закипания делаем огонь поменьше и варим 7 минут в отдельной посуде берем две столовые ложки муки к ним добавляем немного из кастрюли бульона все миксуем до однородной массы смесь отправляем в кастрюлю все перемешиваем по истечению 7 минут нарезаем пол корня сельдерея полка чина и отправляем в суд ставим таймер также на 7 минут добавляем пол стакана риса рису до готовности осталось 3-4 минуты добавляем 4-5 корнишонов 1 чайную ложку совсем немного каперсов и варим 5 минут и в конце добавляем мясо рыбы моем случае это форель можете использовать лосось кто не знает как приготовить так как мы будет добавляем самом конце потому что рыба быстро готовится просто в бульон поставьте на огонь скипятите опустите туда филе лосося снимите с огня и закройте крышкой на 10 минут так делается боя байс и в течение 10 минут в горячей воде рыба приготовится на огне держим 2-3 минуты и наш суп готов всем спасибо за просмотр кому понравилось видео ставьте лайки кому нет пальца вниз подписывайтесь на канал оставляйте комментарии с вами был андрей пока пока